Маленькая Швейцария. Так жители Сенгелея говорят о своём родном городе. Природа одарила населённый пункт богатым ландшафтом. Есть и изюминка – большая набережная вдоль берега Волги. Чтобы любоваться видами, было в радость, в 2019 году территорию благоустроили. Так появилось новое место притяжения – парк Тиждогладь. Раньше здесь было просто заросли, кустарник, такая лесополоса называемая. На данный момент здесь существует многофункциональная зона. Многофункциональная зона включает в себя детские спортивные площадки, воркаут, тренажёры, роледром. Всё перечисленное – задумка горожан. Именно так они представляли зону отдыха. Воплотить мечту в реальность помог национальный проект «Жильё и городская среда». Теперь вдоль набережной гуляют не только местные, но и туристы из соседних городов. Часто гуляете? Нет, мы в гости приехали сюда. А сами откуда? С Якутии. Ровные дорожки, ровные покрытия мягкие, чистые. А сами вы откуда, если не секрет? Ульяновск. Асфальтированные дорожки хороши для прогулок с коляской, а вот для любителей приключений спрятана тайная тропинка из сруба клёна. По ней можно дойти к избушке Бабы-Яги. На крыше настоящий мох, рядом ведёрко шишек. Такие инсталляции подарили парку особенный шарм, сделали его непохожим на все остальные. Защищали экологию, чистили берег. И чтобы не скучно было, построили домик Бабы-Яги. Да, строили и в процессе придумывали, что зачем и как. То есть самые лучшие, интересные коряги наверх поставили. С камней собрали тину, прицепили её на крышу. То есть это всё в процессе придумывалось. Сейчас в разработке новый проект – парк «Молодёжный». Дизайн и концепцию люди выбрали голосованием. По утверждённому варианту зона отдыха состоит из двух частей. Первая – у памятника Гаю. Её отремонтируют в июне этого года. Уже вот сейчас, 15 апреля, все люди начали уже голосовать в онлайн-режиме до 30 мая. Будем голосовать за другую часть этого проекта – парка «Молодёжный». Это у нас на берегу залива будет там. У нас там будет видовая площадка, та же будет детская площадка. Там будут площадки для того, чтобы люди пришли, могли там и шашлычки изготовить. И всё такое вот облагораживание должно быть там. Голосуют и в рабочем посёлке Силикатный. На выбор сразу две территории – парк культуры и отдыха и Центральная площадь. Последнюю уже начали ремонтировать. Все работы вошли в первый этап проекта. Это Центр городского поселения. В шаговой доступности – почта, начальная и средняя школы. Не хватало лишь инфраструктуры. В центре вот этой территории у нас будет размещена такая зона в форме круга. Широкая скамейка, на которой граждане могут отдохнуть. Эта же площадка может использоваться и культурно-досуговым нашим учреждением для проведения мероприятий. Проголосовать за проекты благоустройства можно до 30 мая на сайте 73городсреда.ру. В 2021 году 45 тысяч жителей Ульяновской области отдали свой голос. Благодаря этому 17 общественных территорий региона отремонтировали, привели в порядок. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.